На упаковке майонеза написан оливковый, а он белый. Белое сухое вино на самом деле желтое и мокрое. В крабовых палочках ни грамма крабов. Бульонные кубики на самом деле бульонные параллелепипеды. Птичье молоко не птичье и даже не молоко вовсе. А на генеральной уборке нет ни одного генерала. Я просто устал жить во лжи. Что же делать? Да здесь просто все. Ставьте лайк этому правдивому видео, черканите пару комментариев и поделитесь роликом в скотт-сетях. Доброго времени суток всем хорошим людям. Меня зовут Виталий Устинович. Ну а сегодня я сделаю это с вами. Я совершу подороже на самую настоящую границу. Правда без пограничников. Нет, это не восточная граница Минской и Витебской области. Тудема Минск, Судема Витебск. Я нахожусь сейчас на трассе М3 близ деревни Жердяжье. Которая, кстати, неплохо реконструируется. В смысле трасса. Правда еще и половины пути в четыре полосы, к сожалению, нет. Но надеюсь, что скоро оценю здешний автобан у полную мощь. А дорога будет шершавенькой. Примерно в этой точке проходит знаменитая и строго охраняемая граница между областями. Посмотрите на нее пока. Ну а теперь давайте свернем с трассы в глубинку страны. И узнаем, что скрывает от нас здешние леса. Фух. Ну ветрило сегодня. Штатив падает. Фух. Пойдемте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я нахожусь на окраине деревни Жердяжье, которая находится на границе Минской и Витебской областях. Ну и, случайно проезжая, я не мог не заметить, нет, не само кладбище, а вот эту часовню. Какая-то усыпальница там в интернете, сказано, ну, не знаю какого рода, как сказать, да, но похоже, что, я думаю, лет 150 ей точно есть, висит замочек, а что внутри? Внутри дофигища каких-то досок и стройматериалов. Снизу кирпич, давайте на широкоугольную камеру переведу. Да, за сотню лет это 100%. Ну вот, часовня-усыпальница. Ну и само кладбище в деревне Жердяжье. 54-го года могила какого-то солдата. Крест. Вот, смотрится вот так это. Подобно вот, я когда-то снимал ролик на берегу Двины, в Полчево, там вот деревня есть, и там спиртзавод, винокурня. Вот, похоже, тоже вот, кладка такая, но там вообще там камни настолько, ну, кто помнит старый ролик этот, там кладка настолько, все вот это ровненько сделано. Как так умудрялись работать с камнем, конечно, это удивительно просто. Да, вот еще болел я тут. Пневмония двусторонняя. Кашля еще немного осталась. Информация с требованием закона РБ самовольное захоронение. В общем, это не для нас. Ну что, пройдемте дальше. На Беларуси, окромя города Вилейка, Ёс-Яше, два сельских населенных пункта с подобной назвой. Это невеликие везки у одну-две в улицы с малой колькостью насельниц. Одна Вилейка находится в Докшицком районе Витебской области, где я зараз и находлюсь. Тут пару десятков домов, у пешей доступности протекая река Вилея. А прикладно за 4 километра от этой везки, размешана везка с назвой Новая Вилейка. По вынеках перепису. Першая студия 2004 года, 9 двору, 11 жихару. А лишь зараз мы пройдем до мясцовой достопримечательности, как говорится. Сnuwewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe По межвежами размещался трехкутный фронтон. Адрозная апсида, уявляя собой алтарный выступ ориентывания на усход, над якой заховалась частка даху. Сегодня уникальная Вилейская церква, на жаль, находится у руинованном стане и поступово разбурается. Ну что, потому что зерно хранили. Зерно? Зерно хранили. И эти прессы были, эти двойки. Я тут убирала, убирала, вот там это вот, там приубирали. Ну, оно уже, видите, как все заваливается. Ну да. Я, похоже, у церковь снимала в Витебской области, деревня Ремни есть, ну, в самом севере. Там тоже как костюм, он сгорел. Вот пару лет тут разгорел, тоже там вообще красиво-красиво такое было. Такие это вот начали зерно хранить, а даже в России... Ну, тогда в то время, да, храмы превращали во все что угодно. Никому это не надо. Оно же как памятник архитектуры считается, да? Да, оно же сделано, это, как муж говорил, что оно тоже где-то было, откуда-то привезено, было, тоже был костюм. Да, да, да. А это переделали, тут из Москвы приезжали, там вот люди похоронены. А где похоронены? А вот там... За церковью-то? Да, за церковью. Там вообще было клавище. Вот этот начал строиться. Я ему говорю, тебе мало места, а? Ты чего, туалет к церкви подтянешь? Тебе, тебе что, вон до леса бери вот эти горы, напихнули, трактором, на... Тут же раньше приезжали, эти вот искали, вот эти... Металлоискатели? Да. Ну-ка. И вы знаете, один раз пришел, как можно я тут у вас, и он брать его, и он нашел монету, монету он не брал, монету же не брать. Ну, конечно. Да. Он говорит, вот моя дочка там собирает, а у него только там, 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 там серебро, и, знаете, оно не чернеет, вот наше сереброчек. Угу. Оно же раз, и... Ну, да, окисляется. Муж поехал к консервару, он говорит, а сколько вы за него хотите? Ну, не просто оценить, там внутри такая кокошка, и плеймо есть, и мы воду бросаем ее. Угу. Ну, у нас больше, и все. Ну, да, вот это же больше 200 лет ей. Да, больше, да, потому что какой-то там директорный парень приехал, вот этот крест сделает, а до конца надо листить, тропки до семнадцати. Ну, я. Вы знаете, и местные жители, никто не видел, это я, поежая, и он делал скважины себе там, и когда начал сверлить, скважины там сверлить, черепах. Да? Да. И мои руки... И все равно пробурил? Да, да. А здесь вот немецкий солдат, где-то, наверное, под этой пивой был похоронен. Угу. И они местные не знают. Угу. Ну, все равно интересно рассказывать, знаете, вы послушаете. Да. А у вас как дача тут или постоянно живет? Не, дача. Угу. Я говорю, это ему родительский род. Вот, что забор, надо заваливаться. Тоже это надо деньги. Ага. Деньги на что надо? Без денег не купить. Я в прошлом году все убрала. Все это вот, что заваливается, мы в сторону сложили. Все убрали, это закончили. Ну, в этом году уже здоровье нету. Еще нет. Ну, короче, все разваливается. Это вот еще какие годы? 60-е, наверное. Угу. Вот зерно сушили. Такие голубые и красные были, росписи. И этот вот мужчина приехал, крест поставил, там икону повесил. Здесьastic freelancer... Газotion в общем 설... Ребята там. Угу. Тея DP drawing. В общем, ребята в подня iş будет обramatic удобно видно. Его просматриваю ещё конецد. Например, это вообще один дом наверное всеų реальные, tiempo бы всё время вернутить, и просторこれは рыбающая клиника, Субтитры сделал DimaTorzok Он помнит старый ролик, такой есть у меня, про деревню Ремни, там был костел, тоже деревянный, старинок, в сот лет ему, который пару лет назад загорел, к сожалению. Вот что-то подобное, похоже, и здесь. Но там костел даже еще больше впечатляет. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе немаю силы. Не раз утомленный дорогой, життем весны моей убогой, к тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю. Субтитры сделал DimaTorzok